Кому-то нравится это место, а кто-то чувствует себя здесь неуютно из-за царящей вокруг суеты. Одни с нетерпением ждут путешествия, другие не любят поездки и новые места. Однако большинство из нас схожи в одном – мы летаем. Несмотря на высокую стоимость билетов и не всегда удобные пересадки. Тем более, что в Хабаровске наконец-то построили новый аэропорт. В октябре 2019 года в Хабаровске открылся новый терминал внутренних авиалиний. Его проектированием занималась немецкая компания «Асман». Подрядчиком выступила турецкая «Лимак Марашстрой». Она строила аэропорты в Челябинске и Ростове-на-Дону, а также ряд крупных объектов в других городах. Новый терминал внутренних авиалиний начали строить в марте 2018-го. В октябре 2019-го уже аэропорт принял новые рейсы. Расскажите, пожалуйста, насколько было сложно добиться решения о строительстве аэропорта именно у нас в городе? Кто этим занимался? Трудно ли было средства найти? Этим занимался, собственно, в первую очередь, собственник, управляющий компанией. Константин Басюк, который вел переговоры с кредиторами, с внешэкономбанком, с фондом развития Дальнего Востока. Проект был реализован при поддержке полномочного представителя президента в ДФО Минвостокразвития. Поэтому благодаря тому, что проекту оказывала всесторонняя поддержка, его реализация достаточно успешно была завершена в такие краткие сроки. В здании пять этажей. Три из них для пассажиров, два технические. Попасть из здания в самолет и обратно можно по трем телетрапам. В терминале установлены 12 лифтов и 7 эскалаторов. Он оснащен новой современной системой выдачи багажа. По сравнению со старым терминалом увеличилось количество стоек регистрации с 14 до 24. Для инвалидов обеспечена доступная среда. В год терминал может принимать примерно 3,5 миллиона пассажиров. Изначально был запроектирован больше терминал пропускной способности, который объединял все международные внутренние рейсы. Но после кризиса 2014 года, когда резко упал курс доллара, то стоимость терминала существенно выросла, поскольку большая валютная составляющая в оборудовании, во всем. И исходя из этого пришлось пересматривать саму концепцию строительства терминала, делать ее поэтапно, то есть разделять сначала строительство внутреннего терминала и затем уже делать международный терминал. Что касается международного терминала, уже приняты какие-то решения его строительства, какой-то разрабатывается, может быть, проект? Уже разработан проект его строительства. Надеемся, что в этом году оно начнется, если все будет по плану. Здравствуйте. Рассказывайте, куда летите? Здравствуйте. Лечу на Ургалан. От Ургалана там еще минут 40 через перевал до участка юбилейного. Поваром уже 9 лет по вахтам. Я под старость лет нашел свою профессию, где я только не работал. Кто бы не сказал лет 20 назад, что я буду вообще поваром работать, я бы сказал, не за какие деньги. Вот 9 лет уже. Дело в том, что мне нравится эта работа, понимаете. Я думал, такого не бывает, чтобы работа нравилась. Я не работаю, я отдыхаю. Я лечу в Дагестан на тренировке. На тренировке чем вы занимаетесь? На борсту. Любите летать? Не любите? Может, боитесь немножко? Не люблю, но а что делаешь? Что сделаешь? Приходится. А не любите почему? Потому что... Долго сидеть. Я вообще не усидчивый. Не люблю долго сидеть на месте. То есть вы из тех, кто как только можно расстегивать ремни, вы бежите и расстегиваете? Да, 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 да. Ну, как обычно в самолете время проводите? Что делаете? Как время убиваете? Или с пользой вы проводите наоборот? Сплю. Получается? Да. Всегда сплю. Ем сплю и тренируюсь. Все. Вот как раз в самолете. Куда рассказывать? На Кубу. Потрясающе. Значит, вы готовы к тяжелым перелетам, длинным пересадкам? Конечно, да, мы знаем. В самолете все-таки людей много, люди разные. Бывало такое, что странные соседи вам попадались? Ни разу. Нет, правда ни разу. Дети постоянно плачут. Дети это-это, но стараешься смотреть на это просто с позитивом. Дети, они дети. Должны шалить, кричать, плакать. Но я не знаю, что они должны еще делать. Вы как обычно с багажом, с ручной кладью летаете? Что обязательно всегда с собой берете? Ну, с собой сейчас. Раньше не брал, сейчас ножи беру, мало ли, вдруг там не будет. Бывает, что тупые и наточить негде. Два ножа беру. Ну, это, видимо, в багаж все-таки уходит, да? Ну, конечно, в багаж самолет нельзя, конечно, это отбирает. А что дает новый терминал внутренних пока что? Авиалинии, Хабаровску, да? Какие-то новые возможности для города, для Дальнего Востока? В принципе, люди будут чаще летать, аэропорт будет принимать больше рейсов. Ну, в принципе, аэропорт, да, это, как правило, лицо любого города, особенно для города на Дальнего Востока, куда, в принципе, приезжает большинство как раз самолетом. То восприятие города, оно сразу же меняется. Плюс для аэропорта новый терминал дает важное технологическое улучшение с точки зрения обеспечения трансфера пассажиров из других регионов Дальнего Востока в Центральную Россию, в другие регионы страны. При строительстве международного терминала будет обеспечена еще и возможность трансфера с внутренних на международные линии. То есть здесь нам будет дополнительный удобство, обеспечен для пассажиров из других регионов, для дальнейших путешествий из Хабаровска, там, в другие страны. Как много рейсов внутренних авиалиний принимает наш аэропорт сегодня? И сколько международных? В какие страны мы можем летать, какие самолеты у нас принимать? Международная сетка у нас сейчас не очень развита, поскольку мы этим сейчас активно занимаемся. Это требует длительных проработок, как, к сожалению, часто простых, потому что есть большая проблема, что Хабаровск мало знает. Вот реально мы столкнулись с такой проблемой, что за рубежом, даже в таких странах, как Корея, Япония, Хабаровск намного менее раскручены, чем тот же Владивосток сейчас. Поэтому, естественно, нам нужно догонять наших приморских коллег, именно с точки зрения даже маркетинга, пиара, потому что со своей стороны мы, как аэропорт, готовы предлагать там авиакомпаниям существенные там преференции для того, чтобы развивать именно регулярную международную сеть. Ну, все-таки, куда мы можем улететь? Сейчас у нас регулярные рейсы есть в Корею, в Сеул, в Японию, в Таиланд, в Пангкок регулярный рейс, сезонный рейс в Ташкент, он тоже регулярный, и Харбин, конечно же, и сезонный рейс тоже в Пекин. Мы очень долго сражаемся, чтобы он стал круглогодичным. А вот по России, перечислите, куда мы можем летать? Самая разница. В принципе, это Москва, безусловно, как самое востребованное направление. Все направления внутри Дальневосточного федерального округа, то есть во все центры субъектов, за исключением... Сейчас работаем над открытием рейсов в Благовещенск, которые, кто его авиакомпании делает, они... Ну, это зависит, как правило, от субсидий. И, естественно, рейсы в Сибирске, в Уральске, федеральный округ, в Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск. Ну, и большое количество местных рейсов, удаленные населенные пункты, как внутри Хабаровка, в Кокрае, так и в Сахалинском области. Может быть, в разработке какие-то прямые рейсы еще куда-либо по России, в Санкт-Петербург, может быть. Ну, тут достаточно сложно с авиакомпанией, поскольку что Россия, что аэрофорд, который выполняет полеты в Москву, им выгоднее и удобнее возить пассажиров в Москву, а уже оттуда делать им разлет через аэропорты непосредственно в Санкт-Петербург. Потому что огромное количество рейсов между Москвой и Петербургом, их надо тоже заполнять. Часто вам приходится перевозить? Второй раз. Первый раз в Краснодарах, в Хабаровск, час обратно назад. Переживаете за него? Конечно, переживаю. Мы поэтому попросили, чтобы нам ее в Москве выдали, перед дальнейшим перелетом в Краснодар, чтобы мы ее попоили, выгулили. Переживаем, конечно. Надеемся, что все будет хорошо. А как вот собака себя после самолета ведет? Как он вышел? Как вы его встретите? Первое – это радостные. От встречи с хозяевами. Да, радостные. От встречи с хозяевами, во-первых. Во-вторых, ну, естественно, хотят пить, кушать и все такое. Что нужно, чтобы такую собаку перевезти? На самом деле, там справку взять у ветеринара, что он здоров, в ветконтроль пройти и все. А ветконтроль – это что? Это какие-то врачи определенные? Нет, это будет здесь, в аэропорту. А что им делают? Температуру мерят? Просто паспорт проверяют. Собачий? Да, ну, и осмотр делают. А какие правила транспортировки животного? Нужна какая-то клетка определенных размеров? Расскажите. Надо, чтобы он мог встать, спокойно покрутиться. Надо ему там еду подкладывать с собой? Нельзя кормить, чтобы не укачало. Сейчас очень часто говорят о зоне открытого неба. Есть ли она у нас в Хабаровске, если есть, то как она работает? И что еще нужно, чтобы она стала более обширной? Сейчас у нас открытое небо, оно, можно сказать, работает для направлений между Хабаровском и японскими направлениями. И как раз сейчас мы активно тоже ведем переговоры с авиакомпаниями, которые хотят летать в Токио. Но в частности с летним расписанием мы надеемся, что у нас новые перевозчики зайдут на токийское направление, российские перевозчики. И параллельно, потому что японские перевозчики такие сложные на подъем. И они очень консервативно всегда оценивают ситуацию, ждут, когда начнут раскатывать маршрут, чтобы уже на более готовые вещи. А зачем нам дополнительные рейсы в Японию? У нас живут С-7, да? Ну, три рейса в неделю у авиакомпании С-7. Сейчас, в принципе, они показывают достаточно неплохую загрузку. Но, в принципе, Япония – это тоже хороший стыковочный узел, та же Нарита, аэропорт для разлетов в другие регионы и страны. Хорошо. Вот еще раз, да, с открытием нового терминала. О каких-то новых дополнительных рейсах удалось договориться, расширить сетку? Ну, с открытием нового терминала у нас пришла базировка авиакомпании «Икар». Вот, вы видите, даже вот эти два самолетика М-БРАЖ-190, которые стоят. То есть, они осуществляют полеты по региональным маршрутам из Хабаровска на Камчатку, Магадан, Южно-Сахалинск, Владивосток. Вот, в летний сезон они рассматривают увеличение этой программы. Плюс, как раз мы сейчас с ними прорабатываем возможность открытия международных маршрутов. Там есть определенные трудности у авиакомпании, но мы надеемся, что вместе мы с ними справимся во благо всех пассажиров. Кого встречаете? Кому этот прекрасный букет? Мама. Ну, маму встречаем, маме букет. Откуда она летит? Зачем она улетала? В Москву на учебу. Она доктор. Друзья прилетают с Бостона. Ну, вот, сейчас напрямую с Москвы. А все с Бостона летят с ребенком. Очень ждем. Они русские или американцы? Русские наши, пабаровчане. Нравится вообще летать или страшно? Боитесь? Очень боюсь самолетов. Очень боюсь. Начинается такая турбулентность, и меня начинает трясти, потряхивать. А в наших погодных условиях иногда бывает такое еще, что по три-четыре раза за перелет. Это вообще для меня очень. Есть у вас какое-то средство для успокоения перед полетом? Как вы себя настраиваете обычно? Да никак. Я просто во время турбулентности цепляюсь либо в соседа, либо в сидение вот так вот и ничего, потому что иначе никак. Обожаю. С перелета начинается отпуск, поэтому только позитивные эмоции и все. Вы знаете, я из семьи летчиков, у меня папа летчик, мама стюардесса, поэтому есть какие-то лайфхаки наши семейные, что нужно смотреть на поведение стюардесс, они спокойны, и это спокойствие на тебя передоставствостаняется, как бы легче становится. Ну, вот какие-то такие вещи. И все объяснимо. Все какие-то нештатные ситуации, когда самолет трясет, еще что-то, все это объяснимо. У меня рост высокий, я не помещаюсь, просто расстояние маленькое между сиденьями, поэтому некомфортно. Нравится вообще наш аэропорт, расскажите, как он для вырезков? Получше, чем в Ахе. Ну, там вообще маленький такой, а тут, в принципе, все организовано, так хорошо, удобно. Если выбирать самолет или поезд, что выберете? Самолетом быстрее, в принципе, я бы, наверное, самолет выбрал. Как же романтика, купе и плацкарта. О, Господи, нет, вообще не нравится. Вот с открытием нового терминала внутренних авиалиний, аэропорт наш Хабаровский стал каким-то таким вот брендом. Есть свой логотип, свой определенный шрифт, есть какие-то брендированные продукты, которые вы дарите, в том числе на конкурсах, которые вы проводите. У вас очень развит Инстаграм, постоянно какие-то посты. Очень активно вы общаетесь, ну, не только с пассажирами, а вообще, в принципе, с любым человеком, который может на вас в Инстаграме подписаться, поучаствовать в ваших конкурсах и мероприятиях. У вас здесь проходят концерты с духовыми оркестрами, песни, пляски. Для чего вам это нужно? Почему бы аэропорту не быть просто аэропортом? Ну, может быть, это немножко скучновато, быть просто аэропортом. Но у нас есть важные конкурентные преимущества посреди аэропорта, что мы находимся очень близко к городу. И за счет того, что мы планируем реализацию проекта такого общественного, культурного, социального, коммерческого объекта в рамках старого пассажирского терминала, то мы уже сейчас хотим позиционировать аэропорт как модное, словочное место. То есть вы это приветствует? Да, пускай, пожалуйста, боровчане приезжают, гуляют, да, и потом обратно уезжают домой вечером? Ну, как раз тут задача сначала сделать что-то интересное. То есть пока мы, безусловно, акцентируемся, в первую очередь, на пассажирах, ну, какие-то такие небольшие общественные акции, конечно же, проводим. Вот, но с реконструкцией существующего терминала мы будем как раз увеличивать эту направленность. Здесь, собственно, сейчас разрабатывается даже несколько концепций использования этого объекта, в том числе и в качестве выставочных пространств, в качестве и современных, там, фудмоллов, фудкортов. Ну, мы даже не говорим о художественных галерее, мы говорим о таких универсальных выставочных пространствах, скорее, где могут найти место и современное искусство себя показать, и какие-то новые там инсталляции. Потому что когда слышится художественная галерея, сразу представляют, честно говоря, что-то такое достаточно скучное, консервативное, да, поэтому... Нет, мы хотим какой-то действительно современный, интересный объект Хабаровска, поскольку, в принципе, проекты конверсии таких объектов, они уже реализованы там по всему миру, и в России, собственно, примеры есть, когда и фабрики, и троллейбусные депо, там, и что угодно, переделают то, что действительно сейчас востребовано, когда пропадает потребность в такой инфраструктуре. У нас, когда приезжали архитекторы, которые работали над концепцией, ну, и там, различные современные урбанисты, ну, действительно впечатлены и внешним видом, и внутренним интерьером, то есть это такое отражение эпохи того времени, тоже позднего Советского Союза. Стоимость нового терминала – 4,5 миллиарда рублей. Он возведен за счет собственных средств Хабаровского аэропорта и заемных. Деньги выделил Внешэкономбанк и Фонд развития Дальнего Востока. Также с федеральной казны было направлено чуть более 8 миллиардов рублей на реконструкцию перона, взлетно-посадочные полосы, рулежных дорожек, аварийно-спасательных станций и новой системы водоотведения. Внутри терминала обустроили несколько залов, в том числе повышенной комфортности. ВИП-зал, зал повышенной комфортности – это зал с отдельным входом, отдельным досмотром, отдельной посадкой в самолет, то есть с индивидуальным транспортом. То есть в терминале, естественно, мы предусматриваем структуру под все категории пассажиров, в том числе для самых взыскательных. Но, в принципе, этим залом может воспользоваться любой желающий, ну, просто заплатив за его пользование. Вот, у нас сейчас даже разработаны специальные тарифы, которые, скажем, для групповых, и для молодоженов, да, которым, ну, хочется, чтобы там свадебное путешествие имело какую-то зиму. Здесь у нас предусмотрены переговорные комнаты, поскольку летают достаточно высокопоставленные гости, да, то иногда есть потребность провести совещание прямо в аэропорту. Неметкий случай, когда люди там слетаются из разных мест, не знали, там, параллельно в Хабаровске, здесь как раз прямо организуются совещания на базе. В здании аэропорта открылись кафе и магазины сетевых и местных предпринимателей с подарками и сувенирами. Ну, практически все почвы у нас заняты, то есть мы еще на стадии строительства отдали в аренду, чтобы параллельно проводились работы, постепенно с вводом терминала эксплуатации они заполняли, сейчас, ну, процентов 70-80 заняты. В этом году у нас уже, в принципе, пара магазинов открылась, планируем еще как минимум 4 точки открыть. Сегодня мы очень быстро пробежались по новому терминалу и, конечно, многого вам еще не показали. О работе всех служб аэропорта мы расскажем в следующих выпусках. А пока хочется сказать, не бойтесь летать и путешествуйте чаще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова